На пятом матче все-таки завершилась беспобедная серия карагандинского шахтера. Один из лучших игроков прошлогоднего сезона, эстонский легионер Горняков Сергей Зинев, также прервал свою безголевую серию. И все это в матче против Кокшитауского Огжитпеса. В южной столице нашей страны прошли матчи 17-го тура Казахстанской премьер-лиги по футболу шахтер Огжитпес. Подробности о матче расскажет Бекижан Радакулы. Матч между двумя командами прошел в Алматы, на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева. И первый тайм этого противостояния никак нельзя записать в актив Горняков. Да, моменты у наших игроков были, но им не хватало завершения. Первыми же счет открыли гости. На 41-й минуте со штрафного отличился экс-игрок карагандинского шахтера Милан Стоянович. Видимо, в перерыве Константин Горовенко нашел нужные слова и зарядил своих игроков на атакующий футбол. Так как на второй тайм игроки шахтера вышли заряженными на борьбу. И уже на 49-й минуте матча эстонский легионер Горняков Сергей Зинёв сравнял счет на табло. На этом игроки шахтера не остановились и продолжили атаковать ворота номинальных гостей. На 57-й минуте после подачи с углового первым на мяч оказался тот самый эстонский легионер. Таким образом, Сергей Зинёв в этом матче не только открыл счет своим голам, но и оформил дубль. На 73-й минуте матча защитник Горняков Евгений Ткачук сбил своей штрафной игрока Олжит Песа. Главный арбитр матча, не думая, поставил 11-метровый ворота Егора Цуприкова. К счастью карагандинских болельщиков удар с точки Дарку Зорича сотряс штангу ворот. И счет не изменился. Победный три очка в копилке шахтера. Следующую игру подопечный Константина Горовенко проведут 8 ноября. Соперником станет футбольный клуб «Тарас».